Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Ольга Илларионова. Владимир Жириновский попал в Книгу рекордов России. Председатель ЛДПР стал единственным политиком в нашей стране, который шесть раз принимал участие в выборах президента. Торжественная церемония награждения состоялась в Государственной Думе Российской Федерации. Добрый день, Владимир Вольфович! Добрый день, дорогие друзья! 18 марта 2018 года произошло событие, благодаря которому Владимир Вольфович мог удостоиться и удостоился того, чтобы попасть в Книгу рекордов России, а именно он наибольшее количество раз балансировался на пост президента Российской Федерации. Единственный человек в России, который в шесть раз балансировался на пост президента России. Дело в том, что я находился на мероприятии ночи выборов, и мы туда тоже приезжали, но мы туда не поднялись, поэтому я там не объявил. И сейчас, в тот самый момент, все подготовился таким образом, что именно сегодня и здесь мы вам вручим и добавим в базу российских рекордов именно за этот рекорд. Спасибо. 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 У нас юбилей 13 декабря будет, уже осталось 10 месяцев с половиной. Проходить будет в Крокус-Сити 6 тысяч гостей. Всех приглашаем, все, кто хотят, пожалуйста, заранее. У монахов списки составлять, и мы дадим квоту на Москву и тысячу человек. Сколько захотят, Московский область. Обязательно там будет, значит, хорошая программа, в конце обязательно дискотека, поскольку молодежь обижается, что так все заформализовано, вот тусовочка, пообщаться нет. Вот там это все будет. То есть настоящий предновогодний бал. То, что касается рекорд Гиннесса, то для тех, кто не участвует в выборах, ну, подумаешь 6 раз, кто-то, может быть, в районный какой-то уровень и 10 раз пытался, так сказать, стать депутатом, муниципалом и так далее. Это самая сложная президентская кампания. И действительно, этот рекорд 6 раз никто в Европе и в мире не участвовал. Поскольку это очень дорого на Западе, Трамп истратил миллиард, по-моему, долларов. А минимальная цена в разные, в те годы давние, 100 миллионов долларов. Это минимум. Вот разница. 100 миллионов, миллиард долларов. То есть в рублях это 60 миллиардов. И очень тяжело с точки зрения физической. Особенно в нашей стране ее объехать, это 11 часовых поясов. То есть это тяжелейший труд, пока никто не смог этого добиться. В московских аэропортах появится автоматизированная система паспортного контроля. Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы уже работают в Шереметьево и готовятся к установке в Домодедово и Внуково. Процедура прохождения границы ускорится, станет комфортнее для путешественников, повысится пропускная способность пунктов, говорят эксперты. Первое время этой услугой смогут воспользоваться только россияне. При этом специалисты отмечают, что для массового внедрения системы потребуется менять законодательство. Сейчас пассажир вправе пересечь границу лишь в присутствии пограничника. Владимир Жириновский прокомментировал предстоящие выборы на Украине в рамках круглого стола в Государственной Думе и дал свой прогноз о действующем президенте. Вот я вас учу. Победит Порошенко. Почему? Потому что главную скрипку играют США. Они, как говорится, сделали ставку на Порошенко. Да, он не тянет. Как не тянул Ельцин. У Порошенко больше рейтинг, чем был у Ельцина на второй срок, когда он пошел. Но и Порошенко уже понятно. Он все сделал. Все, что просили американцы, даже больше. Он наглухо рассорил два народа, русский и украинский. Да еще раскол страшнейший в религии. Православие расколол. Поэтому он уже вабан пошел. Он надежен и так замаран во всех коррупционных схемах, что легко им управлять, ибо любой другой президент его запросто посадит в тюрьму на очень длительный срок. За все эти коррупционные схемы. Поэтому он победит. В его руках почти все телеканалы. Потом избиратель бедный очень. Сейчас у них после 13-го года, когда они свергли ту власть и пришли к власти за эти вот 5 лет. С 13-го по 14-го по 19-й. По-моему, в 20 раз повысилась плата за газ. Посмотрите. По-моему, 20 раз. Представляете? То есть люди не могут платить. В Киеве, столице, бедные люди кирпичами обогреваются. То есть в печке кирпич, потом вы кладете в постель, и он всю ночь остается таким теплым. Или бутылки с горячей водой люди обкладываются и так далее. То есть люди доведены до такого состояния, что если им заплатит хорошо команда Порошенко, они проголосуют. Понимая, что Тимошенко быстро ничего не сделает. Абсолютно. Будет просто моральный фактор. Мы наказали Порошенко, он ушел. Но Тимошенко сама в тюрьме сидела за коррупционные схемы. И была уже премьер-министром. А вот в этом смысле мы вас и учим, как определить, дать прогноз. Вот вы если уже бы работали, заставили бы в вашем коллективе политическое казино. Или как называется это? Тотализатор. Тотализатор. Давайте. На кого ставите вы, сотрудники? Все. Тимошенко, Тимошенко. А вы говорите, нет Порошенко. И он побеждатель. То есть смотри. Петров-то у нас самый такой умный, головастый. Мы-то все Тимошенко. Когда были первые выборы в США, то все хиллари. Все, все. Уже была речь инаугурационная готова. Все, все, вся пресса. У нас все. Политологи. Институт США. Весь был за хиллари. Это академики, ученые. 50 миллионов. Бюджет в год. 50 миллионов рублей. Ну. А победил Трамп. Почему я сделал ставку ЛДПР на Трампа? Люди устали от этой партноменклатуры. Тоже наступила усталость. И им навязываю. Такого еще никогда не было. Только хиллари. А на анализ пошла-то хиллари. И половину проголосовали за Трампа. Нужно было чувствовать, знать. Но мы, я и ЛДПР, мы уже 30 лет занимаемся выборами. Мы уже понимаем психологию избирателя. Если на него давить, он на зло проголосует за другого. С начала 2019 года вступили в силу новые правила взыскания долгов с граждан. В соответствии с нововведениями запрещено применять к должнику физическую силу, угрожать расправой должнику или его близким, портить личное имущество, унижать достоинство и честь оппонента в диалоге или в письменных обращениях, вводить людей в заблуждение, а также сообщать третьим лицам, без согласия должника, личную информацию и данные о задолженности, используя разные источники. Если коллекторы нарушают эти правила, им грозит уголовная ответственность. О коллекторской деятельности микрофинансовых организаций высказался Владимир Жириновский. Постоянно нарушают законы, обманывают граждан. Мы с 2015 года ведем с ними борьбу. По другому направлению. Ограничить выдачу займов микрофинансовым организациям, чётко определить максимальную сумму долга 150%. Взял 1000 рублей, максимальный твой долг будет 1500, а не 50, 100, 200. Мы там ограничивать хотели процент по дням. И всё это должно быть крупными буквами. Написано в начале договора. И одновременно надо граждан предупреждать, что банки наживаются на них. А банки что делают? Они понимают, что треть долгов будут невозвратные, зато остальные с большими процентами. Поэтому банки всё равно наживаются. Они всё равно зарабатывают. А граждане окажутся в тяжелейшем положении. И когда гражданин не отдаёт свой долг, банки долг гражданинам передают коллекторским фирмам. Это полукриминальные структуры. Туда идут люди, которые отбывали наказание. Неудачники, уволенные. Может быть, там у них склонны к злоупотреблению алкоголем и так далее. Ведут себя по-хамски, грубо. Звонят беспрестанно. Хотя по последнему закону, от января 2017 года, уже ему два года. Там строго ограничено. Вечером два звонка, не больше. Звонят весь день. Блокируют телефонные номера этого учреждения, где работает якобы должник. Дозвонить туда невозможно. То есть совершенно не следуют закону. И запугивают. Расписывают все стены подъездов. Угрожают жизни детей. Мы предупреждали об этом. У нас был закон о полном запрете любых вид и форм коллекторской деятельности. Но Госдума приняла другой вариант, представленный представителем Госдумы Совета Федерации, еще в том созыве. И он не действует. Нигде мы не встречаемся с фактами, чтобы была бы хоть чуть-чуть ограничена деятельность коллекторов. В плане хамства, грубости, наездов, нападок, угроз. Все продолжается, как было. И дети страдают, и пожилые люди страдают. Все. Семья, трудовой коллектив. Они узнают, где работают. И там все мучаются. Ведь если они блокируют телефоны этого учреждения, где работает должник, а автоответчик говорит все время фамилию должника и сумму, то он, естественно, позорит должника на весь мир. И мешает работе этой организации. И организация несет огромные потери. То есть только полный запрет. И сокращать эти все микрофинансовые операции. И жестко контролировать с тем, чтобы обезопасить наших граждан. Граждане, им и некуда обращаться. Он обратится к руководителю коллекторского агентства, а тот сам давал указание, давай, выбивай долги. Поэтому только к нам, в Госдуму, чтобы мы приняли вариант ЛДПР и запретили их деятельность. Потому что на них управы нет. Ибо они просто выбивают долги. Они требуют. Они же редко избивают людей. Или даже увечья. Это редко. В основном они в наглую давят на человека. Психические, психологические звонки встречают. Там где-то у входа на работу магазин. И расписывают везде эти вот стены. В основном дом, подъезд. И тогда весь подъезд недоволен. Начинаются портятся отношения с соседями. Могут узнавать телефон родственников. Туда звонить. То есть способ один. Запретить коллекторскую деятельность. А при желании, при необходимости, можем запретить и все эти микрофинансовые операции. Нам говорят, а где они будут занимать деньги тогда? По месту работы. Организовать профсоюзные кассы. И каждый месяц выдавать энную сумму члену этой кассы. Вот 10 человек объединились. Они хотят получить там по 100 тысяч рублей. Вот. 9 человек сбросились по 10 тысяч. И дали одному 100 тысяч. В другой раз, в другом. И так каждый получит какую-то сумму денег. Но они друг друга знают. Они не будут давить, душить. И все это вот такая профсоюзная касса. То есть можно организовать займы. Но надо избежать деятельности коллекторов. Пускай банки берут на себя ответственность. Пускай банки выясняют, в состоянии ли гражданин вернуть деньги. Если не в состоянии, значит не надо и давать. То есть навести порядок в этой схеме. Мы его можем править лишь в одном направлении. Вот запрещение деятельности коллекторов. Вот в этом. Устанавливать им еще дополнительные ограничения. Они их не выполняют. Прокурор не может вмешиваться. Тут нету криминала. Полиция не приедет. Суды к делу не примут. Это же психологическое воздействие. Отдай долг. Отдай долг. Это не криминал. Если при выходе из квартиры на чеку сзади будет идти кто-то и говорить, отдай долг, отдай долг. На работу придут, в комнату зайдут. Все работают, он подойдет, отдай долг. Это же может довести до самоубийства. Только запретить любую коллекторскую деятельность по всей территории страны. Мы продолжаем прямой эфир. Сегодня в Государственной Думе пройдут седьмые рождественские парламентские встречи. В этом году они посвящены теме «Молодежь, свобода и ответственность». Откроет мероприятие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и патриарх московский всеяруси Кирилл. Выступят руководители всех фракций Государственной Думы. В этот же день состоятся три круглых стола, организованных профильными комитетами Госдумы. Их участники обсудят, как воспитать молодежь социально активной, а также выскажут свое мнение по поводу проблем современной молодежной политики. Николас Мадуро готов сесть за стол переговоров с оппозицией при участии международных посредников. Напомню, массовые протесты против действующего президента начались в стране 21 января. Спикер парламента страны Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства Венесуэлы на период действия временного правительства. Сегодня ночью Верховный суд страны запретил Гуайдо выезжать за пределы страны и постановил заблокировать доступ к его банковским счетам. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал протестные акции в Венесуэле, а также и во Франции. Парламентарий принял участие в круглом столе, посвященном этим темам и той роли, которую играет в них молодежь. В городе 400 тысяч, по-моему, студентов или больше, миллион, миллион студентов, 400 вузов. В каждом учатся там сколько, по 20, 30, 40 тысяч. Поэтому часто я слышу обращение, мы окончили вузы, нигде не берут, требуется практически опыт работы. Но мы же предлагаем вам еще на первом курсе, идите работать, мы помогаем вам. Вот студенты МАЦ, еще кто, если не работает, мы вам дадим работу дежурных по нашим штабам. 25 тысяч в месяц он оплатит и учебу, и общежитие, и там останется ему на питание и опыт. Вот стажеры у нас приходят в Думу, сидят и молчат. Ну, конечно, у вас опыта не будет. Вы стажируетесь по несколько месяцев в разных организациях, но проявите инициативу, любопытство. Что такое инициатива в вашем, так сказать, статусе? Свою точку зрения высказываете. В спорте, может быть, немножко даже вы будете надоедливы, но речевой аппарат должен работать, понимаете? Поэтому инициатива, это вот, конечно, площадка. Там же мы даем каждый четверг, каждый четверг у нас площадки есть. Кому-то тяжело ехать туда, давайте Луков 9, филиал площадки этой. Кому мало, на Юго-Западной откройте, Дмитрия Ульянова. Ну, подкрывайте, где у нас Митяев-то? На поклон. Ну, везде откройте вы, по всей Москве, чтобы ребятам было выгодно. Вот 200 метров, как говорится, вот храмы строят сейчас, шаговой доступности. Магазины, шаговой доступности. Сделайте вы дискуссионные площадки, шаговые доступности. У нас же 50 структур. И вы там станете руководителями круглого стола. Вы старайтесь какие-то вопросы поднять. Что ты хочешь? Ты нажал на кнопку? Да, хочу пригласить в фортоник. В 5 часов мы берем в дом 9. Вот. Кипение Москово. Дискуссионный клуб. И метро, метро Чистые пруды, Тургеневская, пешком, самый центр. Вот мы назвали специально, чтобы было понятно. Кипение мозгов, бурление мозгов, бой мозгов. То есть тренируйте мозги, это вам на всю жизнь. Потому что, ради бога, еще и качки как угодно, ходите теннис. Но по жизни вам пригодится ваша гуманитарная деятельность. Мозги. Везде. Ну а политическая демократия, Василий, вы уже обсуждали здесь? Желтые жилеты. Теперь власть выводит красные платки. Посмотрите на их лица. Пожилые люди. Бюджетники. То есть Макрон заплатил деньги. И людей старшего возраста вывели в защиту, наоборот, действующей власти. Мол, слегка покритикуете, но свергать нельзя. И здесь действительно ситуация очень напряженная. Посмотрите Венесуэла. Свера попробовали в Армении. Когда Пашинян погулял по улицам Еревана, теперь он премьер-министр, практически глава Армении. Никаких особых этих, чего называется, выборной кампании никакой. Никаких плакатов, ничего. С рюкзачком, пешком. Пациент, вот он, от Белорусского вокзала до Манежа и обратно. Вот он погулял, погулял под треской и заехал, значит, в дом правительства. Премьер-министр. Это отработана новая технология. Но тут хотя бы прошли выборы в новый состав парламента Армении. Туда его партия пошла. Сразу она только побеждает. Никаких новых. Название, по-моему, ваше слово или какое-то. Шаг. Мой шаг. Название. Шаг. Просто шаг. Сейчас цифра пришла в демократию. Классические названия ушли в сторону. Вперед слово, может быть, там шаг, слово, платочек. И все. Лишь бы обозначить. Но посмотрите, что в Венесуэле происходит. Там вообще толпа на улице. И он, председатель парламента, объявляет, что я теперь президент ваш. Никаких ни выборов, ничего. И Запад признает, что он их ставленник. Европа, часть стран Евросоюза, ультиматум. Но если вы в ближайшие дни назначите выборы, чтобы народ избрал другого президента, а имеется в виду, чтобы он избрал этого, самозванца, Гуа-Идо, то, мол, как бы, значит, они разорвут все экономические связи с Венесуэлой. Вот что происходит в мире. Это же чрезмерно опасно. Самая опасная была Октябрьская революция в 20 веке. Но она все-таки привела к каким-то формам государственного устройства. Очень для нас с вами плохим, но какие-то элементы государства было. Армянский вариант уже улица просто. А венесуэльский вообще все. Вот президент, мы считаем, что он президент. Как президент? Самозванец. Это же очень опасно. Они могут так в десятках стран объявить. Вот президент этой страны, вот ты, Петров, а ты, Сидоров, в этой стране президент. А будете сопротивляться, все связи экономические прервем, и вы будете, так сказать, в плохом положении. Вот цифра. Цифра. Почему? Потому что они понимают, что... Сперва что они делали? Грубая сила. Во всей Латинской Америке, когда я был такой, как вы, студентом, вчера там в Гуругвай совершен военный переворот, Парагвай военная диктатура, Чили свергли альены, сплошные военные диктаторы, генералы. Все в крови. Лет 50. Но это дорого американцам. И вызывает ненависть к ним. Потом пошли против американцев поливение режима. В Бразилии левый пришел к власти, в Аргентине, в Венесуэла, и ряд других стран. Куба еще раньше всех. Им приходится бороться. Опять силой бороться. Но новая цифра пришла. Убивать тяжело. Фидель Кастро 300 с лишним покушений. Ни одно не прошло. Видите? 300. Представляете? Рядом страна, где самая мощная разведка ЦРУ. Тогда они решили, что делать? Как менять руководителей других стран? Значит, силовые варианты не проходят. Бороться с режимом... Вот болезнь. Надо убить опасно. Все поймут, что это американцы сделали. А пусть он умрет сам. Подбирают болезнь. Легче всего это рак или инфаркт. И они умирают. Вот. Аргентина умерла. Уго Чавес умер. Венесуэла. И ряд других стран. Тоже вдруг внезапно стали болеть руководители. Но это опять подозрение вызовет. Чего это все умирают те, кто против Америки? Вот сейчас писк новой демократии. Как Пашиняна, яровнение там не получится. А просто собери людей, себя провозгласи президентом, а мы тебя признаем. Конечно, нужны объективные условия. Если нормально все в стране, скажешь, что с ума сошел? У нас законный президент. Но они обложили Венесуэлу уже лет 10. Экономическая блокада. Как Кубу. Почему они сдались Венесуэлой? Ну, Бразилия не убрали президента. Слишком мощная страна. И с Россией сомкнулась. Брикс. Аргентина тоже мощная страна. А Венесуэла нефть. Там нефти больше всего в мире. Сейчас, если ему удастся свергнуть президента Мадуро, поставить своего, он выбросит огромное количество нефти на мировой рынок. Нефть, цены опустятся. И кто пострадает? Россия. Мы недополучим треть наших доходов от нефти. Сейчас у нас 30 процентов она дает. Треть, это значит 10 потеряем. Сейчас сколько там? Ну, триллион. Полтора триллиона рублей. Это же деньги. Но, будет ли делать Америка это? Если нефть будет дешевая, то и Европа выиграет. И Китай. То есть, Америка борется с Китаем. И вдруг Китай получит более дешевую нефть. Как же он будет с ним бороться? Только по России удар. А ему что? Что им в России? Европа не будет покупать американскую нефть и газ, если она станет дешевле. Поэтому от Америки тяжело. Им выгодно, чтобы нефть не продавалась венесуэльская, но был свой человек. Чтобы убрать все левые режимы, поскольку это как бы подбрюще Америки. Они боятся, что из этих стран, где левые президенты, мигранты придут в Америку. И там поддержат других, например, демократов. Потому что Трамп преспубликанец, а выиграют снова в 2020 году демократы. Трамп преспубликанец, а выиграют снова в 2020 году.